Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как контролировать эмоции, если в мозгу не зарабатывает остановка раздражений и впоследствии возникает реакция эмоций? Я думаю, что, во-первых, мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович вам уже довольно подробно описал этот момент, поэтому я, пожалуй, повторяться не буду. Я хочу сейчас сказать, что это зависит очень сильно от навыка. То есть вот навыка замедления. То есть вам необходим навык замедления. Необходимо учиться, именно учиться. Замедляться для того, чтобы вот замечать свою эмоцию, замечать свои чувства. Их выражать. А также, на мой взгляд, нужно, чтобы у вас было представление о том, что эти эмоции вызывают. То есть как бы, ну, то, что вы раздражаетесь, например, ну, вот, скажем так, факт раздражения. Это абсолютно нормальная история. В этом нет ничего ненормального. Я бы даже сказал, что это хорошо, потому что если бы вы себя сдерживали, например, то было бы вам, на мой взгляд, сильно хуже. Опак, 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 выражая свои чувства, выражая свои эмоции, вы, по крайней мере, не отправляетесь, не отправляетесь эмоциями, не отправляетесь своими, скажу так, переживаниями, вот, они вас не отправляют, и, соответственно, у вас есть возможность их проживать. Но, а, пока что, вы проживаете их, само собой, очень-очень деструктивно. Вот. И... То, что вам это не нравится, например, то, что вас это тяготит, вам, конечно, не приятно. Ну... То есть это нормально, опять же. Поэтому нужно учиться, замедляться, чтобы, вот, понимать, что, что происходит. Попутно. Попутно. Желательно увидеть, как, как, разрушение влияет на вас. Совершенно очевидно, что оно сильно. Природа силы вашего раздражения. Ммм... Ну, пожалуй, что должна быть раскрыта. И должна быть раскрыта природа того, грубо говоря, откуда такая силы у нас. Вот. Именно откуда она. Вот. Это... Физиологическая история. Психологическая история. Это... Психологическая история. Всегда ли вы были такой? Или вы... стали такой? После... Какого-то происшествия в вашей жизни, которое, ну, случилось, которое теперь оказывает на вас негативное влияние. Например... Например. Вот. Сейчас, на данный момент, это скорее не... это скорее не... не... не понятно, чем понятно. откуда такая сила эмоция. То есть, сейчас. На данный момент, не ясно, откуда такая сила эмоция. Вот. Тут, тут, тут тоже есть важный момент. Как вы понимаете. Я надеюсь. И... с ним... с этим моментом. Тоже... тоже нужно разбираться. Вот. Дальше. А... если... если... если вы... если... хотите... быть... правильный. Допустим. Так сказать. Если вы хотите... ну... как-то вот... свои эмоции... выражать... корректно... то... неудача... неудача в этом. будет рождать у вас... чувство вины. Чувство вины не способствует... эээ... тому, чтобы... эээ... чувствовать себя лучше. на мой взгляд... на мой взгляд... на мой взгляд... увеличению... эээ... скажем так... симптомов... увеличению... проявления... вот... того... о чем вы пишете... к сожалению... к сожалению... к сожалению... вот... поэтому тут очень... нужно смотреть на... социальный разрез... этих всех ситуаций. имеет значение... конечно же... и цель... зачем я хочу... это делать... для чего я хочу это делать... почему я хочу себя сделать... вот... без цели... нет мотивации... без мотивации... нет изменений... здесь... все довольно просто... то есть вы описываете... очень похоже на... страх... как я понял... это вот такая форма... агрессивная... получается... ну... получается... получается... эээ... если это... если это... ну... действительно... агрессивная форма... то... это может быть... про страх... страх... соответственно... говорит про... угрозу... то есть... ну... угроза... вам... со стороны... кого-то... может быть... и... это очень важно... ну... увидеть... вот... на этом все... буду благодарен... за... обратную связь... по моему ответу... это... позволит вам... начать на собой работу... желаю вам всего самого доброго... удачи!